Приветствую, друзья! Вот ко мне сейчас придёт друг итальянец, который заведует теми ресторанами подобного рода, как он делает там, не буду рассказывать. Ну, он мне сразу скажет, вот у меня стресс, у меня там то, сё, что надо делать, я ему скажу. Помнишь Челентано в фильме «Укращение строптивого»? Дрова колол, да, чтобы успокоиться. Но он же в это время, когда дрова колол, повторяемые движения делал, думал о своём предмете переживания, да, а не думал о том, как это делать. Таким образом, а там вот Вильгельм в Германии в своё время леса вырубал, потому что у него нервный тик был, снимал напряжение. А у Толстого там Лёвин лук косил. Поэтому надо подбирать действия, переживая, о чём ты переживаешь, то, которое тебе в этот момент более всего подходит из миллиона возможностей. На этом и построена синхрогимнастика. А тут недавно мне присылают видео, где там, не объясняя механизм, просто делают как упражнение. Это, конечно, неправильно. И у меня была сотрудница, которая целый год, несмотря на то, что я, её руководитель, говорил, нельзя так делать, посылала в эфир целый год, еженедельно вот эти упражнения, хлёст, лыжник, шалтая полта, и не объясняла, что вектор внимания должен быть не на упражнении, а на предмете волнующих вопросов. И тогда эти движения становятся инструментом для решения этих задач. Как учили интернет. Но она со мной не соглашалась, и народили столько много в интернете всяких глупостей. Потом мне пришлось всё это объяснять, исправлять. В конечном счёте мы с ней расстались, как сотрудницы. Потому что она никак не понимала, что я всё-таки ледокол в понимании этих вещей. Помните ледокол имени Ленина? А я первый человек, который написал книжку «Метод ключ, ключ себе» о саморегуляции в СССР в 90-м году. До меня никто не понимал, что такое саморегуляция, потому что у нас, например, было понятие, что больные не должны заниматься самолечением. Вот так, друзья. Что со мной спорить? И как Эрикссон, например, его изучили два специалиста мощнейших и создали НЛП на изучении деятельности великого Эриксона. Да. Там тоже у него были диамоторные подъёмы руки и так далее. Но там под гипнозом. Так мне пришлось это создавать не с помощью двух выдающихся специалистов «Метод ключ», а с помощью себя самого. Я в своё время, когда мои дети Олен и Шейл были маленькие, показывал им, как гипноз делается для петуха, потом для внучки, потом они стали мне помогать, стали соавторами метода, потом целая школа, человек будущего, Homo Futuro, стали помогать, и мы все вместе шли вперёд и создали «Метод ключ» на современном уровне. Вот как это происходит. Поэтому, знаете, откуда у нас в культуре поощрение скромности? Вот я говорю, я ледокол, я всегда шёл впереди времени, это так не симпатично выглядит. А знаете, откуда поощрение скромности? Ну, во-первых, у нас при социализме всегда говорили «мы». Это понятно. А я ещё до этого откуда, знаете? Я вам открою секрет. Когда животным, например, овладевает страх, он застывает, оцепенеет. Да, изучите. У нас есть инсекция возохранения, оцепенения, бей или бери. Так вот, это оцепенение, это не высовывайся. Потому что тебе дадут по голове и расплющат. Вот такие дела, друзья. Так что самый верхний уровень культуры «будь скромнее» идёт от самой глубокой внутренней животной инстинктивной реакции. «Оцепенее, не высовывайся, иначе дадут по голове». Вы поняли меня? Поэтому я твёрдо заявляю, что я был ледокол, всегда шёл впереди времени, всегда создавал новое. Ещё раз покажу книгу «Ключ к себе», которая была массовым тиражом. После этого я написал 25 книг, и две из них вместе со своей школой. Теперь мои дети, выдающиеся психологи Олены Шейла, когда были маленькие, все снялись, они говорят, «Папа, зачем ты нас так назвал?» «А я же шёл впереди, я понимал, что будет завтра». Я сказал, «Вы увидите, наступит день, когда вы своими именами будете гордиться и делать такие полезные дела, за что вас будет хвалить человечество». Сегодня у нас вебинар, друзья. Приходите на вебинар к ледоколу для Хасая Алиев. Мы проведём его, и если Олены или Шейла будут свободны, они тоже к нам подключатся, дай Бог. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok